Нас ночью привезли на Бэхе в двух километрах, где-то 2-2,5 километра от места назначения. Там было еще несколько отделений, короче, ну произошла такая перемешка с уметься, и в общем я потерял свое отделение, с которым приехал. Далее решил самостоятельно направиться в тот лес, на те позиции, которые мы должны были занять. Где-то к утру туда пришел, начал все обстрелы, я переждал его в линдаже, и потом увидел военнослужащих, которые шли по лесу, это уже было ближе к вечеру. Я подумал, что это 3-й батальон, который, ну возможно, какое-то отделение там меняется, потому что я не слышал там ни стрелкового боя, ничего, и весь день продолжался автобстрел этого леса. То есть я подумал, что это 3-й батальон, вышел к ним, а это оказались солдаты Российской Федерации, которые сказали о том, что 3-й бат покинул свои позиции, сбежал, не знаю как. И, ну, по сути, я там остался один в том лесу. То есть у меня не было ни рации, ни каких средств связи. И там связи солдат, и от командира о том, что там и пытают, и допрашивают с жестокостью, скажем. Все, что говорили, такого не было. Обучение проходило с 25 октября по 2 декабря, чуть больше месяца. Были занятия по тактической подготовке, там всякие передвижения в колонии, перемещения, прикрытия, вот это все. Было не так много, скажем. Второй инструктор был у нас немного раздолбай, он просто, мы разводили костер и сидели, ни хера не делали. Говорили в феврале о том, что в 25-ю бригаду поступят британские танки, челленджеры. Что к концу марта они должны поступить, и нам, собственно, командование доводило то, что вот эта позиция, ну, этот лес, который мы держали, оборону, что мы, типа, надо продержаться до конца марта, и потом поступят эти танки, и потом будет легче. В цехе такой же вопрос, где оно все. Когда у нас вроде там 3, эти, блять, моталыги и 2 БМП, из которых 2 моталыги поломаны, и 1 БМП поломана. И работают одни катаются, которые на доставку, на эвакуацию работают. И где все остальное? Никаких, не знаю, бронетранспортеры какие-то. Я не знаю, где это все. Там элитное подразделение всем обеспеченное. Я не знаю, чем мы всем обеспечены. Решение к командованию резко негативное, потому что, скажем, наш лес, который мы держали оборону, уже в первой половине февраля было понятно, что мы там долго не удержим, потому что его выкосили, артиллерии, танками его выкосили, и там просто все блинажи были как на ладони. Я считаю, что, если говорить глобально, это мое субъективное мнение, что Америка воюет с Россией нашими жизнями. Субъективная Субъектива ando